Здравствуйте! Приглашаю вас прогуляться со мной по готическому кварталу Барселоны. Что скрывает за собой старый город, где гармонично переплетаются различные эпохи? Я поделюсь с вами парочкой секретов самого большого готического квартала Европы. Сейчас мы находимся во внутреннем дворе к музея Флодерита Морес. О музее Фредерика Мореса мы поговорим в следующий раз. Сегодня мы рассмотрим внутренний дворик, который так гармонично расположился перед музеем. КОНЕЦ Перед вами открывается очаровательная площадь, где можно присесть и отдохнуть под апельсиновыми деревьями после приятной прогулки по извилистым улочкам готического квартала. Никто даже не подозревает, что когда-то, несколько столетий тому назад, здесь в 1542 году основался трибунал Святой Инквизиции. Именно здесь, на этой площади, были приговорены к смерти сотни человек, большинство которых были евреи. А через эту решетку местные жители наблюдали за судебным процессом над виновниками. Над решеткой мы можем заметить герб Филиппа II с символами Святой Инквизиции. Крест и меч символизируют борьбу с ересью. Святая Инквизиция Каталонии, которую считали самой жестокой в Испании, была отменена в 1834 году королевой Марии Кристины де Борбон. Здесь, на этой площади, выносился приговор, где же проходила казнь и как она осуществлялась, и куда увозили казенных преступников. Это и многое другое, вы знаете, на моих экскурсиях. Я провожу экскурсии на русском, испанском, каталонском и английском языках. Для более подробной информации вы можете посетить мой веб-сайт www.barcelonamagictour.com До скорой встречи большого мира!